Привет, мой друг. Я сегодня хочу рассказать тебе одну историю. Историю про комплексы, историю про неуверенность, историю про трудности, историю про то, как зачастую мы не ценим свою жизнь, что мы живем какими-то иллюзорными картинками, мы строим себе красивое будущее, но при этом забываем, что надо жить сейчас. И если ты хочешь себе будущее, надо уже прилагать усилия сегодня. Я хочу тебе сказать, вот так прожигал жизнь и я. Очень долго я так жил. Я пришел из армии в 2007. В голове пустота, будущего никакого, никаких перспектив. По профессии я техник-механик. Конечно же, идти на работу по профессии я абсолютно не хотел. И выбрал очень простой путь. Я устроился в охрану. Да. Задержался там на 6 лет. Наверное, это время вот 6-6 лет. Почти 6 лет. Это просто деградация была. Я получал какие-то деньги. Мне этого хватало на жизнь. Были бесконечные гулянки, бесконечные вылазки, поездки непонятно куда. И знаешь, так долго продолжалось довольно-таки. Пока, наверное, вот что-то не переключилось в голове. Я однажды на смене сидел, на очередной смене я сидел в охране, и что-то вот переключилось в голове. А я понял, что жить так дальше нельзя. Ничего нет. Я не вижу никакой перспективы. Но, как я тебе говорил ранее, у меня постоянно крутилась в голове вот эта мысль, что будущее, оно есть. Что не такая жизнь мне судьбой нарисована. Абсолютно не такая. Но, опять же, я ни черта не делал для того, чтобы изменить это. И когда вот этот выключатель сработал, знаешь, ну, какой-то, я не знаю, как хочешь это воспринимать, как какое-то прозрение произошло. У меня в жизни начали происходить вещи, которые стали подталкивать меня на тот верный путь, по которому я считаю. Я и сейчас иду, и продолжаю идти, и развиваться. Ты знаешь, я однажды гулял по набережной. Я в Волгограде живу. У нас на набережной художники иногда рисуют. И я однажды вот так вот увидел такого художника. Он рисовал девочку. Он это настолько виртуозно делал. Я минут 30 стоял, вот пока он работал, с открытым ртом просто. И у меня одновременно срабатывало, знаешь, два вот таких вот, два каких-то противоречия. Художник, вот этот художник, он выглядел как бездомный. Наверное, настоящий бомж сидел. Какой-то грязный весь, замусоленный. Его работы на асфальте лежали. Они даже не в папке были сложены, да, они как-то вот так разбросаны, хаотично были. Но при этом он рисовал девочку. Где-то там даже смазая, ну, такие вот, знаешь, делая затирки пальцем. Но это было так виртуозно. Это был карандаш, обычный карандаш. Но он это делал так классно. И я, наверное, вот тогда вот получил первое вдохновение, первую мотивацию, что это можно, это можно, это нужно, и я это могу. Почему-то у меня тогда вот это сработало, что я это могу. Ну, первым делом я вернулся, конечно, когда домой, я достал карандаш и начал рисовать. Рисовать, рисовать. Я уходил на смену, я рисовал, я приходил со смены, я рисовал. Это было просто, ну, наверное, просто полгода я рисовал, рисовал, рисовал. И была какая-то, ну, надежда. Появилась надежда, что можно что-то, что-то из этого, да, слепить дальше. Ну, наверное, я считаю, главный мой мотиватор, это, это моя мама. Мы однажды с ней разговаривали, ну, я, будучи охранником, мы разговаривали с ней, и она так, знаешь, сказала, может быть, хватит уже, может, хватит уже штаны протирать. У тебя есть талант. И слово, главное слово, которое она произнесла, я в тебя верю. Но меня, наверное, это здорово перевернуло внутри, потому что в себя я не верил до конца. Вообще, человек почему-то, почему-то боится, что ли, себя верить. Мы вот зачастую вот как-то, как-то боимся брать ответственность, ответственность за свои поступки. А если ты веришь в себя, да, ты начинаешь делать эти поступки. Ты начинаешь менять жизнь. И свою, и окружающих. я тогда поверил. Потому что в меня поверили. Еще, наверное, год я работал охранником, при этом рисовал, при этом просто фанатично к этому относился. Появились первые заказчики. Я помню это чувство, когда мне написали, а я выставлял рисунки уже в интернет, написали по заказу, спросили, делаю ли я на заказ портреты. И вот этот какой-то, ты знаешь, мандраж, одновременно и хочется, да, взять заказ. И все равно этот страх, он, он и побеждает тебя, но и ты его пытаешься как-то пересилить. я взял, я взял эти портреты, я взял этот заказ. Мне не все понравилось, что я сделал, но на удивление заказчику это очень понравилось. Это тоже меня здорово подогрело. и тогда вот, наверное, созрело решение, что надо уходить уже из охраны. Я ушел, это было очень дерзко, это было невероятно дерзко, я ушел практически в никуда. Первые два года работая уже на себя, да, это было очень жесткое время. Я не могу сказать, конечно, что я прям там с сухари доедал последние, но поясок был затянут, мама, не горюй как. И знаешь, вот на таком этапе есть два выхода. Либо плюнуть на это, на все, да, потому что денег вообще не было. Заказы были, да, вот это парадокс, а денег не было, абсолютно не было денег. Там, за квартиру заплатить и чуть-чуть, чуть-чуть вот какую-то вот себе корзину продовольственную сделать, все. На остальное, ну, просто тупо не было денег. И опять же, два выхода, да, сказать либо, да шло бы оно, все, шло бы оно, все. Пойду я вон каким-то грузчиком устройствам, на оклад, на пятнашку, да, на червонец, на этот же, в охрану. И все. И мне будет падать, и я потихонечку буду опять же существовать. есть и второй путь. Вот если вот через вот через не могу, через то, что, через жесткие вот эти трудности, через нехватку денег. А когда человек верит в то, что он делает, знаешь, удивительно, но каким-то образом у него приходит та сумма, которую, ну, которую он может там использовать очень, ну, рационально, да, там, заплатить за квартиру, купить, покушать, купить там, чуть-чуть одеться, да, на сезон, и все. Вот. И мне вот как раз вот таких денег хватало. Ни на какие там дополнительные гулянки, ни на какие поездки, на путешествия у меня тогда денег абсолютно не было. Вот. И я рисовал, наверное, портреты два, два с половиной года. Два с половиной года я занимался исключительно портретами. Очень непростое время было. Очень непростое. Конечно, через год уже я так окреп в портретном, в своём навыке. Появились уже постоянные заказчики. с деньгами тоже как-то более-менее наладилось всё. Но, знаешь, было вот чувство, что я могу что-то больше. потому что всё-таки портреты у меня уже, знаешь, они у меня уже шли как конвейером. Я работал уже как конвейер. Один заканчиваешь портрет, начинаешь другой портрет, и вот этот бесконечный поток этот. И я, ты знаешь, однажды так проснулся, сел рисовать. У меня четыре портрета в этот день были вообще незакончены. Один был срочный заказ, его надо было на следующий день сдавать. И я тогда понял, что нет, и я не хочу этим заниматься всю жизнь. Я просто перегорю. И я, наверное, уже перегорал. Я закончил эти все портреты, и рисую последний. Я сказал, что нет, 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 нет. Я буду возвращаться к портретам, но надо что-то ещё. на этом творчество не заканчивается. Это не хочу я видеть себя как только портретистом. Я взял холст и начал рисовать картины. Вот тогда, да, тогда по-настоящему я открыл какой-то новый мир. Новый мир цвета, новый мир природы. это было очень, ну, это было что-то невероятное. Что я не думал, что это настолько меня заберёт. А меня это забрало просто полностью, всего и без остатка. а в это время я уже открыл для себя такую площадку как ярмарка мастеров. Выкупил там 10 или 20 мест первых и начал выставлять уже картины. Вот. Через месяц у меня купили две работы. Я понял, что можно и так. Да. Я рисовал в это время, конечно, брал и пейзажи на заказ, и портреты брал, но в основном и по сей день я рисую исключительно в своё удовольствие. И если мне что-то не нравится по заказу, я просто его не беру. Я, наверное, сейчас стал очень ценить своё время. И если какой-то даже мыльный портрет приходит, да, если он, как я вам рассказывал, там девочка в 100 метрах, да, у берёзы, и нарисуйте мне, пожалуйста, и сделайте чудо, вы же художник, ну, конечно, я на такое даже не посмотрю. Ну, зачем? Со временем появилось уважение к себе, появилось, опять же, уважение к своему времени. И сейчас, вот на данный момент, я исключительно рисую только в своё удовольствие. и это здорово. И, наверное, вот после всего вот этого вышесказанного, ты спросишь, ну, как, ну, с чего начать мне? Я хочу стать художником. Ты знаешь, ну, я тебе, конечно, опять же, не смогу сказать что-то, ну, что-то такого профессионального, что я сам не профессионал. Рассказывал же я тебе, да, про 10 тысяч часов. Вот эти 6 лет, 6 лет, которые я, наверное, занимаюсь живописью, вот это, наверное, и есть мои 10 тысяч часов. И то я их ещё не выработал, потому что мне ещё очень-очень много предстоит учиться. Ну, один совет я тебе дам. не гонись за ну, вот, не гонись за какими-то профессионалами. Не сравнивай себя с другими. Сравнивай себя с собой же вчерашним. Наверное, вот это главное. Рисуй, 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 побольше рисуй. Если нет у тебя каких-то профессиональных материалов, бери обычный карандаш. бери обычный лист. Когда я начинал рисовать свои первые портреты, знаешь, у меня была пачка такая, снежок называлась. Это обычно, по-моему, для ксерокса, что ли, бумага. Такая она прозрачная, она как туалетная бумага. Я рисовал на ней. Так что начинай с тем, что у тебя есть сейчас. Ты потом вспомнишь это время, где-то улыбнешься, где-то скажешь, ну, надо же было с чего-то начинать. Поэтому бери и просто побольше рисуй. Рисуй, рисуй, рисуй. Ну, и верь в себя. Наверное, это главное. верь и пойми, что ничего нет, ничего нет невозможного. Нас ограничивают только наши мысли. Вообще ограничитель это, нас никто не может ограничить, кроме нас самих. Как бы она ни звучала заезженно, да, эта фраза, но это на самом деле так. вот всё у нас вот здесь в голове. Поэтому я же желаю тебе успеха, даже не удачи, потому что удача это очень такая тонкая материя. Удача, она, наверное, приходит к тому, кто что-то делает, чтобы эта удача пришла. Я успеха тебе желаю. И в непростом пути довольно-таки. ну пусть он у тебя будет красочный этот путь. И спасибо тебе огромное, что ты поддерживаешь меня. Пиши мне, я тебе всегда отвечу, всегда отвечу. Давай. Счастливо тебе. Пока.